так тут собственно расписание чемпионата европы публиковали давайте посмотрим что тут интересного задача облегчает что чемпионат европы у нас в минске минское время одинаковое с московским то есть грубо говоря все все время которое здесь указано но можно сказать московской так ну что конечно бросается сразу в глаза что как обычно самые скучные дисциплины будут самыми последними я не знаю кто отвечает за организацию но в принципе на всех этапах гран-при кроме собственно российского ну по-моему китайской что ли было ли но хоккей не китайский в этом году не было неважно везде мужское и катание и танцы были заключительными то есть на самом деле самую конкурентную самую более талантливую дисциплину женщин всегда куда-то вот задвигали постоянно и здесь собственно то же самое только вот у нас на наших гран-при и да и на нашем чемпионате то есть у нас пары потому что они у нас сильнейшие поэтому мы и делаем а на других этапах то есть гран-при там у них никого нет усиленных женщин поэтому собственно не и ставят заключительными либо мужской либо танцы просто так хотя вот у нас тоже на первенство россии которая будет как раз после чемпионата европы там где у девушки будут первыми первые два дня заключительный день там будут танцы и кто-то еще тоже достаточно странно но хотя но у нас то сейчас в танцах тоже сейчас неплохие особенно результаты особенно в юниорах так что наверное понятно ну вот что касается чемпионат европы то тут конечно не очень хорошо но с другой стороны все самое интересное будет самого начала поэтому тоже какие-то плюсы соревновательные дни начинаются у нас с 23 января это среда в 11 45 это будет женская короткая программа до пяти вечера дальше у нас будет церемония открытия с пяти они это нас 5 до 6 будет заливка льда с 6 как раз будет церемония открытия и 18 45 продолжит пары короткая программа во вторник у нас у мужчин короткая программа в 12 часов дня до 17 40 и затем в 19 25 у нас произвольная программа у пар до 10 вечера потом церемонии награждения соответственно в пятницу 25 января танцы начинаются то есть прям запозданием таким ритмический танец и 12 40 до 16 30 и завершать будут женщины с 6 до 10 вечера будет их произвольная программа и и соответственно снова церемонии награждения и в заключительный день соревнования это у нас суббота 26 число в 11 15 произвольная программа мужчин до 15 10 дальше церемонии награждения и в 16 25 танцы до 19 45 и также церемонии награждения в воскресенье у нас будет гала с 3 часов вечера до 17 30 но в целом неплохое расписание не часто так бывает когда гала воскресенье обычно у нас как соревнования в четверг и в пятницу а в субботу гала а тут вот получается вся неделя занята с понедельника так сказать уже все ну будем ждать